Детская школа искусств поселка Горки-Ленинский совсем скоро откроет двери для учеников и уже в формате офлайн. Учеба в школе будет организована по необходимым санитарно-эпидемиологическим правилам. На входе будут проверять температуру, в помещениях проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, а между занятиями установят перерыв, чтобы не допускать скопления учеников. Мы готовы к приему учеников. Мы приобрели средства дезинфицирующие все нужные, перчатки, маски, приобрели термометр, чтобы мерить температуру детям. Все готово. На организационном собрании объявили, каждый сотрудник обязан пройти тест на коронавирус. Также был составлен график дежурств. В новом учебном году школа готова принять около 130 учащихся, 82 из которых на бюджетной основе. У нас открылись новые отделения. Отделение подготовки к школе, общеобразовательной. Подготовка к музыкальной школе. Это программа «Развивайка», изобразительное искусство, именно керамика и живопись. С 17 августа школа искусств объявила дополнительный набор учащихся. На собрании преподаватели определились с составом комиссии на вступительных испытаниях. Они пройдут 28 и 29 августа. Бояться не стоит, потому что у нас очень доброжелательная, благоприятная атмосфера в музыкальной школе. И акцент на развитие творческих способностей, на выявлении творческих способностей. Это может быть и рассказ стихотворения, это может быть спетая любимая песня. Ну и, конечно, повтор некоторых заданий, которые будут исходить от преподавателя. На сегодняшний день большинство учителей соскучилось по занятиям. Преподаватель Сальфеджио Елена Пыхарева уже готовится принять первоклашек. Но уроках с ними она обычно использует форму игрового обучения. Это помогает ребятам освоиться в новой обстановке. В развитии чувства метроритма нам необходимы тоже музыкальные инструменты. Самые элементарные музыкальные инструменты – это бубен, или же, например, это может быть металлофон, который используется в работе. Детям очень нравится, дети начинают активно заниматься и с удовольствием выполняют различные метрические упражнения. Все преподаватели очень соскучились по своей работе, все друг друга рады видеть, настроены на новый учебный год. Позитивно, действительно, готовы к новым творческим свершениям. А пока подготовка к новому учебному году идет полным ходом, чтобы 1 сентября школа искусств открыла свои двери для жаждущих знаний творческих ребят. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. ТВ. Продолжение следует...